Никогда не задумывали, что было бы, если бы вас забросило в эпоху, когда еще никаких динозавров и в помине не было? Как на это отреагировало бы тело, что стало со здоровьем и нашлись бы те, кто подошел, укусил и ушел? Давай попробуем представить, что такое все же произошло. Только перед всеми этими манипуляциями не забудь про лайк. Сразу после телепортации в Кембри мы бы обнаружили, что дышится там, прямо скажем, не очень легко. Содержание кислорода в атмосфере в течение этого периода колебалось, но в среднем было на уровне 12-15%. Для сравнения, сейчас 21%. Зато показатель углекислого газа был выше аж в 15, а по некоторым оценкам и в 20-25 раз, чем сегодня. Обитавшие тогда в океанах цинобактерии еще не успели надышать достаточно кислорода. А наземная флора в те времена была представлена разве что отдельными лишайниками в прибрежной зоне и случайно вылезшими из воды водорослями. В общем, стоя в Кембрии на берегу океана, ты бы почувствовал себя, как в базовом лагере Вереста на высоте 5000 метров над уровнем моря. И если с нехваткой кислорода еще как-то можно мириться, ходят же альпинисты в походы и не жалуются, то вот избыток СО2 приведет к гиперкапнии, чрезмерному содержанию углекислого газа в крови. И это состояние убьет нас. Поэтому, собираясь в путешествие, не забудь захватить кислородную маску и баллоны, или систему химической регенерации воздуха. Надев маску и отдышавшись, путешественник во времени наверняка захочет сориентироваться на местности. Но это будет затруднительно, нынешние навигаторы и карты тут не помогут. Дело в том, что географическая обстановка в Кембрии значительно отличалась от современной. И части континентов тогда находились в совершенно других местах. В начале этого периода суперконтинент Панотия, который существовал в предыдущую эпоху Неопретарозоя, благополучно распался. На юге планеты появился материк Гондвана, сформированный из кусков, которые позже сложатся в Южную Америку, Африку, Индию, Австралию и Антарктику. На севере от Гондваны находились континенты Лаврентия, в будущем Северная Америка, Балтика, та же Восточная Европа и Сибирь. Окружал их океан под названием Палеопасифик. В нем также можно было найти несколько клочков суши поменьше. В общем, путешественнику в Кембрии наверняка пригодилась бы лодка. Поскольку Кембрийский период по большей части был весьма теплым, тогда сформировалось множество мелководных морей и прибрежных зон. Они оказались идеальны для развития самых разных форм водной жизни. Вплоть до Кембрия жизнь на Земле двигалась ни шатко ни валко. Плодились всякие бактерии да водоросли в океане. Образовывались разные диакарские и хуанянские биоты. Обитатели планеты тогда были простые, примитивные и преимущественно одноклеточные. Иногда они образовывали колонии и все. Но примерно 538 миллионов лет назад кембрийские организмы решили пора. И как давай эволюционировать, да так, что до сих пор остановиться не могут. Именно в Кембрии придумали хищничество. В результате развития жизни понеслось невиданными темпами. Если раньше можно было ползать себе по дну, обсасывать водоросли и вуз не дуть, то теперь пришлось приспосабливаться, чтобы не давать другим себя съесть. Ну и есть их самому. В итоге жителям Кембрия пришлось развивать мозг, чтобы соображать глаза, чтобы видеть, что ты ешь и кто тебя ест. И экзоскелет, чтобы не быть мягкотелой тряпкой. Как какая-нибудь Диккенсония из садов и диакары. Последнее изобретение кембрийцев было настолько важно, что ученые назвали его скелетной революцией. Скелетами обзавелись простейшие радиоалерии и форминиферы, губки, моллюски, плеченоги, кораллы и даже известковые водоросли. Это был важный период на пути выхода на сушу. Именно в Кембрии образовались типы животных, сохранившиеся и эволюционирующие до наших дней. Членистоногие, моллюски и хордовые. Кстати, это наши предки. Такое бурное развитие жизни и получило название Кембрийского взрыва. Ученые до сих пор не совсем понимают, что именно его спровоцировало. Возможно, вулканическая активность или повышение температуры морей. Либо же чрезмерно размножился планктон, и в морях появился избыток пищи. Кембрийский взрыв подарил планете кучу самых разных обитателей, выглядевших на взгляд современного человека совершенно инопланетными. Путешественник во времени, вооружившийся аквалангом, смог бы увидеть поистине завораживающих созданий. Например, галлюцегению, о которой говорилось в недавнем видео про баги Кембрия. Название этого существа говорит само за себя. Когда более ста лет назад палеонтолог Чарльз Уолкотт впервые обнаружил галлюцегению, в виде раскопки в Канаде, то подумал, будто это галлюцинация. Не может же быть настолько нелепой крякозябры. У этого беспозвоночного длиной в несколько сантиметров были зубы. Семь или восемь пар тонких ног, выступающих из спины так же, как и парные шипы. А его голова была практически неотличима от хвоста. Галлюцегении были родственниками нынешних тихоходок, а также анихофор. Это создание напоминающих гусеницы, живущие в тропиках. Или виваксии, ползавшие на брюхи существа сантиметров пять в длину, относящиеся то ли к моллюскам, то ли к кольчатым червям. Они отращивали на спине шипы и броневые пластины, отчего напоминали эдакую противоверсию стегозавра. Правда, без головы, хвоста и ног. Другая любопытная зверушка – апобиния. Это семисантиметровый хищник, питавшийся мелкими морскими организмами, которых он находил на дне океана. У апобинии было пять глаз на стебельках и длинный хобот, которым она ловила добычу и засовывала ее в рот. Еще одно забавное создание – морелла, существо длиной два с половиной сантиметра. Это членистоногая, плававшая на дне океана, растопырив многочисленные усы и собиравшая оттуда частицы водорослей. Наконец, на дне кембрийских морей можно было найти губок, медуз и актиний. Их современные родственники выглядят вполне похожими на своих дальних предков. Возможно, тебе кажется, что крошечные беспозвоночные – это как-то мелко и неубедительно. Ради такой мелочевки и машину времени запускать не стоило. Что ж, давай взглянем на экземпляры покрупнее. Возьмем Амниденса – гигантского родственника современных тихоходок длиной полтора метра. Это создание ползало по дну, плавало, хватало и ело всех, кого только могло. Еще один кандидат в альфа-хищники кембрийского периода – Аномалакарис. Это гигантская креветка длиной до двух метров. Гигантское беспозвоночное было настоящим монстром из фильма ужасов. У Аномалакариса были сложные стебельчатые глаза, рот с зубами, напоминавшими поверхность ананаса, широкий веерообразный хвост, который использовался для передвижения по воде. И две хватательные конечности с шипами, которыми он ловил добычу. И, наконец, наиболее известные обитатели кембрия – трилобиты, родственники современных мокриц и мечехвостов. Эти ребята носили мощные хитиновые панцири, не позволявшие хищникам покусать их и собирали пищу со дна. Некоторые из них достигали 90 сантиметров в длину. Возможно, при мысли о двухметровых креветках и гигантских тихоходок и тараканах тебе станет не по себе. Но эти чудовища, охотившиеся друг на друга в теплых кембрийских морях, вряд ли смогли бы навредить человеку, потому что у них были не очень мощные челюсти. Так что настоящим высшим хищником кембрийского периода были бы мы. Того же анамалакариса чел запросто бы выловил из воды простыми голыми руками. Скорее всего, все эти животные по вкусу напоминали бы современных морских членистоногих, вроде раков, крабов и креветок. И питаясь ими, можно было бы вполне неплохо выживать в кембрийском периоде. Но дополнить нашу диету из морепродуктов рыбой у нас бы не вышло. Потому что создания, смахивающие на современных рыб, начнут браздить моря только в силурийском периоде, через 22 миллиона лет после окончания кембрия. В крайнем случае, мы могли бы закусить их бесчелюстными предками, мелкими до двух с половиной сантиметра хордовыми рыбоподобными созданиями, напоминающими миног. Есть всех этих членистоногих и бесчелюстных пришлось бы сырыми, потому что у нас не получилось бы разжечь костер. Древесины в кембрии просто не было, и угля тоже. До периода под названием Карбон, когда появятся леса, ставшие потом первыми угольными пластами, придется ждать еще где-то 127 миллионов лет. Этого мы себе, к сожалению, позволить не можем. Зато написать комментарий о том, что ты думаешь по поводу эдакого путешествия, возможность есть. Я обязательно его прочту. И чуть не забыл, если все же захочешь еще раз отправиться в кембрии, лучше всего захвати с собой солнечную печь. Древесины, как ты помнишь, там нету. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok